Друзья, всем привет! Меня зовут Алиса. Меня зовут Влад. И у меня есть для вас классные новости, потому что уже через один месяц мы с Владом уезжаем жить в Европу. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить актуальные видео. А сегодня мы с Владом отправляемся на неделю в альбом с нашими друзьями. Западная Украина. Поехали с нами! Игорь, привет! Дима, привет! Спасибо совершенно! Юля, привет! Как мне нравится Львовский вокзал. Все, иду, 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 иду. Наконец-то мы доехали до Львова. Пойдемте, я вам покажу нашу квартирку. Так как нас появило 5 человек, то мы сняли трехкомнатные апартаменты. Здесь сразу при входе ванная комната, но я не могу ее показать, потому что там люди моются и что там вообще интересно. Здесь сразу такая небольшая гостиная, симпатичная кухня. Здесь одна спальня. Вторая. Это спальня Игоря. Это была Дима Сюля. И здесь наша спальня. Гвартира стоила 4248 гривен. Мы живем прямо недалеко от такой замечательной церкви. И там сейчас идет служба, потому что сегодня праздник и вообще сегодня выходной. Посмотрите, какой восхитительный оперный театр. Наверное, этот выпуск будет просто весь такой вау-вау, посмотрите, посмотрите, как красиво. Но это действительно так. Увидели по пути какой-то местный рынок, похож на барахолку. Пойдем посмотрим, что там продают. Вышиваночки. Все такое милое, красивое. Вау. Просто целый. На любой вкус и цвет павшиваночка. Ой, мне очень нравится вот это вот, как висит. Посмотрите, как красиво. А, так оно прямо здесь. Класс, класс, класс. Посмотрите, какое вау, какое красивое заведение. Вот. Рестарация Бачевских. Пойдем. Блин. Завтрак закончился минуту назад. Ты хочешь еще сейчас тут поесть и потом подать? Ладно, я хочу есть. Пойдем. Спасибо, Дима, господи, зай. Не нужно. Боже, как красиво здесь. Вау. Димочка, ты бы мог повторить, что здесь? Ты готова? Да. Светлое, полутемное, темное, пиде-три. Меняй. Дим, подожди. Кумпель светлое, кумпель золотый эль, кумпель темней, хэсси, индиан эль. А это Юля на настоечке. А это кизил. Спасибо. Грушовая настойка, да? Посмотрите, какая прелесть. Русская троица. Ребят, хочу вам сказать, что это будет, пожалуй, можно сказать, гастро-тур, потому что во Львове нереальное количество офигенских заведений. Слово гастро в гастрит. Просто посмотрите. Юля, что у тебя? У меня вебровые колбаски с голубцом и со сперлужкой. И регулярная кухня. Тише, пожалуйста. У меня копченая форель, у Влада фирменный стейк. А что у Димы, Юля? Крученики. Крученики? Офигеть. Я уже и не помню, когда я ела в таком вкусном заведении, как мы поели только что. Это было просто волшебно. Пойдем погуляем дальше. Давайте пройдемся немножко попозже рынок, чтобы вы поняли, какая здесь атмосферка. Мне нравится то, что на углах, площадь рынок, стоят такие красивые статуи, которые дополняют здесь атмосферу. Честно сказать, совсем не помню, почему они здесь стоят. Точно есть какая-то история, но погуглите, и вы все узнаете. Капец, эти уличные музыканты так вписываются просто в общую атмосферу. Раз, два, три, четыре, четыре. Раз, два, три, четыре. Ну, а кто там, Кисинька? Котик, тут все кошатники, ты милашка, ты красавчик. У него глаза человеческие. Ставь лайк, если тоже любишь котиков. Измайлов, ты демон. Да-да-да. Наконец-то у нас с Юлии есть друзья, которые сразу смотрят на себя. Пойдем заценим пьяную вишню. Так, чтобы все было в крови. А теперь, Элиса, нажимай на записи, давай еще. Поднимается. Ничего себе. Блин, прямо будущее уже здесь. Класс. Еще мне нравится Львов, потому что здесь очень много всяких необычных старинных соборов. И вот один из них. Боже, как там прекрасно внутри. Я уже и забыла. Ребята, куда идем? А-а-а, кава, вино, эклеры. Ну, конечно, да. Только посмотрим. Сто процентов. О, кофейное вино. Вау, никогда такого вообще не видел. Время пробовать. Алиса, еще пару эклеров, и лицо уже не влезет. Главное, чтобы вкусно. Это мятное. Я никогда не мятный эклер. Но, блин, это очень необычно. Все, что могу сказать. Ну, складывай больше. Да? Ну, сейчас попробую. Золотое. Очень красиво. Три золота любишь. Вся обвешана, посмотрите. А крем это заварной, да? Очень вкусно. Со сливками, да? Я хочу сказать, что во Львове, из-за того, что очень развит туризм, нереальное количество всего очень-очень вкусного. Куда ни заедим, просто произведение искусства. Да, иди, пожалуйста. Кофей. Да, нанеси кофейное вино, кофейное вино. Ну, да, проэкспериментировать. Так, время пробовать. Кофейное вино, это очень вкусно и необычно. Будто бы глинтвейн, сваренный на основе кофе, а потом остуженный, но без специй. Вот как-то так. Такой вот вкус. Знаете, меня всегда очень сильно веселит, когда люди начинают мне говорить о том, что во Львов опасно ехать, потому что, ну, здесь там, не знаю, нельзя услышать, что ты говоришь на русском, и будут у тебя какие-то проблемы. Чуваки, посмотрите, сколько туристов сейчас. Вы что думаете, они все на украинском говорят? Что за бред вообще? А если я покажу тебе фокус, ты заберешь совпятку? Фокус? Да. Давай. Она у тебя, я вижу ее уже. Короче, я о чем хотела сказать? О том, что все это нереальные сплетни, все это нереальный бред, и здесь намного больше русскоговорящих людей, чем, наверное, у нас в Харькове. Ну и в том числе и иностранцев, которые общаются на английском и на других языках. Я не знаю, ребят, мы просто зашли за угол, и здесь вот такое вот здание. Ну вот, мы проходили мимо, и я сказала, что это прикольное название Южкошницельбарк. В общем, нужно покушать немножко. Вы на улице хотите, да? Ну, больше, больше. Сейчас, давайте, я хочу зайти просто посмотреть, как здесь. И мы будем на улице, конечно. По всей видимости, здесь вкусно готовят. Посмотрите, какие уютные пледики нам дали. Так классно сидеть на улице, пока еще тепло. Почему ты меня снимала? Я не снимала тебя, я себя снимала. Сейчас поставлю на быструю съемку, и посмотрите, как здесь атмосферно, когда люди ходят. Дюшка на белых грибах. Это борщ. Скучай добавок вообще, просто супер. И еще во Львове вообще такая тема, что везде подают классные настойки. Так что, ваше здоровье. Зай, как у тебя дела, скажи. Неужели я тебя так довел, что ты начал обмухать? Получается, что так. Получается, что так. Люблю тебя. Ребят, одна из таких очень классных культовых заведений во Львове, это газовая лямпа. Как бы вот она стоит на входе. Иии, пойдем. Первый этаж. Просто вот так вот выглядит четвертый. И нет, вам не показалось, мы только вышли из одного заведения. И уже в другом. Они все разные. Черт, можно. Может, просто покрасить. Ну что? Ну что? Три, два. Игорь. Ой, такие мензурки, я не могу. Капец, она такая спиртовая. Вообще жесть. Фу. Это вы водка. Ребят, вы посмотрите на эту тарелку с закусками. Это просто жесть. А настойки, пусть и спиртовые, что капец, но я пью вторую и скажу вам, что очень быстренько она бьет по голове нормально, так? И вот так приносят счет. Все воспринимесы. Спасибо, я тоже. Прикольно. Спасибо. В этом году совсем не могу порекомендовать вам это место. Еда не очень. Наливки просто капец спиртовые. Обслуживание вообще просто отстой. Я бухой после этого развития. Просто бухой. Вы, конечно, понагидались с наливками отлично, но все остальное вообще я не знаю. Офессантка меня постригла. Ты понял? Че ты едешь на меня? Доброе утро. Второй день во Львове. Мы сейчас идем в ресторацию мяса и справедливости. Посмотрите просто, какой замок мы обойдем. Зайдем вовнутрь и с другой стороны будет заведение. Пока ждем открытие заведения. Посмотрите, какой здесь собак не выгуливает. И просто топор. Это весело. Ну и вообще здесь стоят всякие такие машинки, которые обязаны приучить людей к справедливости. пауэрэйнджер. Зай, нам чего-то не хватает дома. Это ж наши апартаменты. Будущие, да? Маленькая мясная тарелка. Большая тарелка с колбасками. Точнее, доска. Пауэрэйнджер. И запеченый фарель. Ребят, не повторяйте мои ошибки. Не нужно заказывать и рыбу. Даже если это фарель. Докажите мясо. Шашвик был просто огонь. А колбаски... Ну, вот ребятам понравилось, да? Небо вкусно тебе было? Офигенским. Гугл-карты не всегда помогают во Львове. Это режиссерская улица, а это режиссерская улица. Года 4 назад мы уже были во Львове. И очень хотели подняться вот на эту ратушу. Но, к сожалению, тогда она была закрыта. Сегодня нам везет. Мы взяли с собой немножко напиточка из пьяной вишни. И сейчас поднимемся. Оттуда должен открываться офигенский вид на Львов. Дякую, дякую, дякую. Ой, я не ожидала, что здесь сразу будет так красиво. Под конец может прийти уже только один. Ой, неужели я здесь? Я не верю в это. Я не верю, что мы поднялись. Как прекрасно. О-о-о-о. О-о-о, блин, это реально стоило того. О-о-о-о, как красиво. Вот туда идем. У меня вот здесь жилье было в этих окнах. Театр пива. А давай... О-о-о. Ликольно. У нас в Харькове очень много заведений с крафтовым пивом. Вообще сейчас на этом все тренд. Но я хочу сказать, что такого вкусного пива. Я действительно очень давно не пила. Так что зайдите сюда и попробуйте. Я пухаю вообще. Вообще пухаю. Ну и да, конечно, оно очень хмельное. Да и... Мы пришли в заведение, где по отзывам самые... Одни из самых лучших ребер вообще во Львове. Чтобы мы понимали, сюда приходит настолько много людей, что нужно приходить и записываться в очередь. Мы где-то в конце. В этом заведении самые лучшие вообще вилки и тарелки, которые я видела в жизни. Они просто нарисованы на бумаге. Ну и друзья, 400 кран ребер 95 гривен. А Игорь вообще сам себе тарелку рисует. Для того, чтобы отвезти реберню, вам потребует необходимый одяг. Игорь здесь выдают. Это большой плюс. Брынза, маринованные овощи, запеченные овощи. И вот вам ребра. Просто скажите мне, ваши ожидания оправданы? Ребра. Носи без вас миллионов процентов. 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 Мой вам совет. Один совет, который я вам могу дать про это заведение. Берите одну порцию на человека и пиво, и больше ничего. Давайте заценим еще местечко на Вывкарне. Вот, просто. С 2017-го во Львове мне нравится честность. Блин, отличная поездка. Доброе утро. Третий день во Львове. Отгадайте, куда это мы так спешим, что в полдевятого утра уже просто пытаемся выбежать из дома. Посмотрите, это скорость одевания. Бог. Это самый быстрый человек, который навязывает свои шнурки. Да он на работу. Чтобы вы понимали, мы настолько сегодня с утра спешим, что мы даже заказали такси. Мы не можем идти 15 минут, потому что ресторация Бачевских по-любому уже с огромной очереди. Чувак, давай. Спасибо, Игорь. Классно тебе отдохнуть в Европе. Мил, мил, мил. Пока. Давай, давай, чувак. Так, на улице никто не стоит. Это прекрасно. Неужели все-таки в наш третий день отдыха во Львове мы успеем позавтракать в этом месте? Ресторация Бачевских. Доброе утро. Чтобы вы поняли, мы перешли сюда в полдевятого. А спустя 10 минут там уже такая же очередь, как и вчера. Игорь. Отсюда. Я просто искренне влюблена в это место, я хочу себе шеф-повара, мужья, и вообще я хочу жить там или хотя бы мыть полы, потому что настолько шикарного, атмосферного и вкусного места я уже не видела давно. Ребята, вы просто обязаны сюда прийти. Я обожаю Львов, потому что, выйдя из замечательного заведения, ты можешь пойти и порадовать не только свой живот, а еще и свою душу просто замечательными и красивыми местами. Пойдемте посмотрим, как там. Все, ребят, мы переезжаем из этой квартиры, ибо сегодня кто? Дима с Юлей уезжают домой, а мы переселяемся в другую квартирку. Небольшая кухонька, все уютно, так приятно, даже оставили Мевину. Ладно, это Влад, мега забота, взял все с собой. Слушайте, ну мне все нравится, красиво, супер. Юля, вопрос на захвостку. Как ты считаешь, что мне больше всего нравится в этой квартире? Цвет. Нет. Ну, не знаю. Подсказка в этой комнате. Кровать. Поверни голову, да? Да, но есть маленькая деталь, просто повернись и посмотри. А, как с наручники не взяла. Кованая яшняшка, вот это я люблю. Ты обо мне плохого мнения, Юля. Наши планы немножко сбились, мы соскучились по Оле. Оля вон там стоит, покажи, пожалуйста. И поэтому, так как до открытия Мазака еще 50 минут, мы пришли выпить по настойке. Вот тоже Snickers. Snickers-то 50 шоколадные, 50 вишневые, 50 вишневые. Так. Так сколько времени, скажи? Еще 50 минут до открытия Мазака. А ваш Snickers? Snickers-то шоколадные. Пишневые. Он спрашивал во всех заведениях, есть ли такой шоколад, как на Лангкарне. Ой, это так плясно. Да, это правда. Рекольно. Во Львове есть одно очень замечательное, развратное место, которое мы обожаем всей душой. Оно называется Мазак. И специально для него я даже купила платье. Оно называется Мазак. Мазак это 5 звезд. Вы даже не представляете, что там может с вами произойти. Воск на соски, лед в лифчик. Это вообще изи. Это первый уровень, понимаете? Но когда включают 380, вы понимаете, где самое лучшее, одно из лучших заведений во Львове. Супер. И вы еще не видели босса. Доброе утро. Это четвертый день во Львове. И мы остались здесь совсем сами. В одиночестве. Не могу сказать, что это плохо. Не могу сказать, что это хорошо. Видео продолжается. Мы идем завтракать в заведение, которое называется Абструх. Абструх. Абструх по-русски это форель. То есть как по Ариберне, где только ребра, так идем теперь пробовать рыбу. Так выглядит фирменный сад Канапок. Не могу найти. Похоже русское слово. Бутерпродак. Закусок. А это их фирменное блюдо Абструха с брынзой и картошкой. Захотелось нам куда-то пройтись, и мы выбрали высокий замок. Пойдемся покажем вам вид на немножко другую часть Львова. Не как из радужи. Именно с этой смотровой видно, что Львов на самом деле состоит не только из красивого такого старого центра, но здесь тоже есть вот такие вот, не знаю как назвать, коробки, более поздние застройки. Доброе утро. Пятый день во Львове. Начинаем его с храма Святой Хольги и Елизаветы. Пойдемте. Это он. По пути обратно нам попалась еще одна достопримечательность. Это собор Святого Юрия. Офигеть, как красиво. Сейчас будет супер секретная информация. Я по образованию педагог. И где-то три года назад или четыре я была вожатой в лагере. Так вот во Львове живет один из моих детей, у которых я была вожатой. Вожатой их. И скоро мы с ним встретимся. Доброго вечера. Встретаем вас в Львове. И мы нарешті за лесу зустрелись. С чим вас витаю. Ой, чи нас витаю. Нас витаю. Мы зараз демоном від Львовского дворика. Гарного вам перегляду. Музей Тустынь. Как по мне, отличный выбор. Пойдем сегодня в заповедник, музей, смотреть водопад и мертвое озеро. Это Лялька. Лялька – це її ім'я? Да. Це Жанна, Маша. А я не знаю. Це Гриша. Гриша, подими морду. Когда Украина-Русь была великой и сильной страной, ее обороняли сильные воины и мощные фортецы. Одна из них – Тустань. Помимо леса Микарпат, там, где пролягал соляный торговый шлях из Дрогобича до Европы, та оттенок шелкового шляха Португаля-Китай, в девятом и шестнадцятом столетті существовала на скельне місто фортеця Тустань. И вот все, что осталось от этой крепости. Просто вообще одни камни, а до этого было такое сооружение. Нам сказали, что из-за того, что оно потеряло свою актуальность, там люди перестали жить, и просто вся дрейвь сина сгнила. Никто его не полил, ничего такого не было. Это центральный вход в крепость. Пойдем поднимемся, посмотрим, что там от него осталось внутри. Второе, для чего стоит поехать сюда, это, конечно, этот просто невероятный вид. Так красиво мне давно не было. Это просто волшебно. Мне кажется, что вообще идеальное время, чтобы сюда приехать, это осень. Все настолько красиво. Наша следующая остановка это Мертвое озеро. На самом деле подъем был нормальный. И вид, который открывается, вполне даже. Очень красиво. Такой лесок. Красивое озеро. Ну и куча людей, конечно. Сразу недалеко от этого озера, немного ниже, находится наша последняя точка. Это водопад под названием Камьянка. Он небольшой, но было бы жарко, было бы, мне кажется, классно в нем искупаться. Влад, ну как тебе впечатление? Круто. Круто? А что больше понравилось? Вода, лес, чистый воздух. Все понравилось? А мне понравилась крепость. Привет! Это наш седьмой день во Львове. Он последний, а значит настало время покупать сувениры. А теперь слушайте самый главный лайфхак, который вам нужно делать в первый день. Во Львове большинство заведений объединены одной сетью, которая называется Локаль. Допустим, мы с вами были в Роберне, в Гассовой Лямпе, в Дом Леген, в Лигаме Ясс, это справа до вылезти, и их еще примерно 30 по всему Львову включая сувенирные магазины. Вы можете зайти в любой из этих ресторанов, кафе или сувенирных магазинов, назвать там 10 заведений компании Локаль, и вам выдадут вот такую накопительную карту. Где бы вы ни ели, чтобы вы не покупали, вам начисляют 10% бонусов обратно. То есть, допустим, мы поели на 1200 гривен в Роберне, вам 120 гривен на карту. И потом вы можете тратить эти же деньги в любом магазине компании Локаль. То есть сейчас мы пойдем покупать сувенирчики на наши уже потраченные денежки. Пойдем. Я не люблю долгих прощаний. Любовь, как вы поняли, из этого видео офигенские горы, чтобы отдохнуть супер со своей атмосферой, людьми и классными заведениями. Так что приезжайте и вы. Обязательно. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok